Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить» и главная тема этого выпуска. Как все было? Версия полиции относительно того, что же на самом деле произошло во время конфликта гастарбайтера и таксиста в Рязани. Это надо знать руководители общества защиты прав потребителей у коммунальных новеллах в законодательстве. Как жизнь старики? Что думают о современном житье-бытие рязанские пенсионеры? А теперь обо всем подробнее. Рязанские полицейские рассказали сегодня, как идет расследование инцидента на улице Астраханской, когда подрались рязанские таксисты и азиат-гастарбайтер. Первые страсти в этой связи схлынули, а вторых, как выясняется, ждать не приходится. В деле появляются детали, которые заставляют взглянуть на него с новой стороны. Вот что удалось выяснить сегодня в полиции. Даем комментарии полностью без купюр. На сегодняшний день проведенные проверочные мероприятия позволяют сделать вывод, что в данной ситуации имел место конфликт водителя и клиента. Также полицейские выяснили, что водитель такси не имел необходимого разрешения на осуществление пассажирских перевозок. Кроме того, ранее он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Еще о полицейских заботах. В славном городке Шацки в нашей области грабанули банк. Неведомые преступники сломали решетку на окне отделения приемных шторг банка. Залезли внутрь, сломали железный ящик с деньгами. Добычей злоумышленников стали более 11 миллионов рублей. Возникает вопрос. Это как же охраняются в провинциальных филиалах банков денежки? Если их так запросто, можно через окошко вытащить. Где охрана? Где сигнализация? Где, наконец, честный неподкупный герой-сторож с берданкой? Лезть не хочу. Это какой же труд приложили разбойнички? Как же они громыхали своими инструментами, отламывая решетку на окне и вскрывая железный сейф с деньгами? И никто ничего не видел, не слышал. И вроде бы банк с репутацией работает давно. А вот филиалы, похоже, в состоянии удручающим. Иначе как объяснить успех такого дерзкого ограбления? К другим темам. Вчера в России отметили Международный день пожилых людей. В принципе, отмечают и сегодня, но об этом чуть позже. А пока некоторые цифры. Сегодня в России проживает более 33 миллионов граждан пожилого возраста. По данным Министерства труда, в настоящее время в экономике страны занято около 13 миллионов пенсионеров, что составляет около 18% от общей численности занятого населения. Далее о том, как сегодня проходила праздничная встреча в Рязанском центре социального обслуживания населения, рассказывает Оксана Тебенихина. День пожилого человека отмечается во всем мире 1 октября. Вот уже 22 года. Рязань, наряду с другими городами нашей необъятной родины, чествует дорогих пенсионеров. В пансионате временного пребывания для пожилых людей специально для них прошел концерт, который подготовили ученики школы номер 40. Сегодня мы празднуем День пожилого человека. Вообще, день международный праздник. Празднуется он 1 октября. Но так как у нас сегодня первый день заезда, то, соответственно, с нашими отдыхающими сегодня мы этот праздник будем отмечать. К нам часто приходят гости с концертами, с выступлениями. Это и дети, и взрослые, волонтеры из вузов наших, дети из школ. То есть какие-то интересные люди. Мы стараемся баловать наших отдыхающих какими-то программами. Но, как правило, все-таки приурочены к праздникам. Хотя, в общем-то, не обязательно. Бывает и без праздников. Нет событийных дат, значит, мы создаем праздник сами. Ребята пели, танцевали, читали стихи и дарили довольным бабушкам и дедушкам памятные подарки, сделанные своими руками. Наши отделения пользуются таким большим успехом. У нас, потому что каждый месяц всегда заезды. По 30 человек. Всем нравится очень. У нас даже очередь, очередность у нас всегда. Поэтому приходят. И мы, помимо того, что они у нас отдыхают здесь, мы еще как бы выезжаем на экскурсии на различные, то есть с пожилыми людьми. То есть не то, что мы здесь постоянно находимся на первом этаже в отделении. То есть уходим по театрам, по музеям. Это не единственное развлечение, которое организуют для пенсионеров в пансионате. Старички ходят на экскурсии, прогулки, вышивают, вяжут, шьют. А в скором времени планируется открыть тренажерный зал, где каждый желающий сможет заняться своим здоровьем. В общем, была бы пенсии побольше. А так, живи да радуйся. Также сегодня мы провели опрос пожилых людей, встреченных нашей съемочной группой на Рязанских улицах. Вопрос самый распространенный и простой. Как жизнь, дорогие наши дедушки, бабушки? Каково сегодня быть в России пожилым человеком? Каково сегодня живется в России так? Тяжело очень. У многих пенсионеров нет жилья. Живут на квартирах. Отдали детям, сами живут на квартирах. Пенсии не очень большие. Очень дорого лекарства. Все дорожает, все дорожает. Пенсия маленькая. Как мы живем? Так существуем, а не живем мы. Каждый живет по-своему, по своему достатку. У кого семья есть, значит им легче. У кого семей нет, конечно, похуже. Ну и вот государство должно, конечно, немножко побольше позаботиться о пожилых. Ну вот я 8500 получаю пенсию. Это хорошо, сынок? Вот ты подумай только. 8500. Ну это хорошо. Это хорошо. И все. Я, когда дети мне дают, если бы дети не давали, мне стыдно протянуть руку, что я проработал 38 лет. За 8500. Двоих детей добрых воспитал государство. Это насмешка. Хуже, чем 20 лет назад. А вот в чем хуже? В смысле материального обеспечения. В смысле много стало воровства в стране. Притом задают его первые лица государства. Вот этим стало хуже. Вчера в День пожилого человека российские информагентства дали новость о 65-летней пенсионерке с далекой Камчатки, которая пришла к местным чинушам в администрацию вся в бензине и с зажигалкой в руках. Пока начальство суетилось в поисках огнетушителей, выясняло у отважной дамы, что же ей надо было, прибыл участковый и культурно вежливо обезвредил вероятный источник возгорания. Оказалось, что пожилая женщина таким образом отстаивала свое жизненное право на водоснабжение. С помощью заявлений в мэрию ей ничего добиться не удалось, а без воды, как известно, ни туда и ни сюда. Сегодня воду отважной камчатской бабушки должны починить. Вот как сражаются за правду наши старушки. А по-другому от жажды помрешь с нашей-то бюрократией. Сегодня в программе экспресс-интервью о некоторых новеллах в нашем жилищно-коммунальном законодательстве. Информация из раздела «Это должен знать каждый». Здравствуйте, Олег Николаевич. На сегодняшний день внесены некие изменения в правила оказания коммунальных услуг. Вот в нескольких словах, в чем эти изменения заключаются? В ассоциацию потребителей обращаются граждане, которые порой задают вопрос, закон ли с них берут деньги за пломбировку счетчиков горячей и холодной воды. И хочу сказать, что вышло постановление правительства, которые вносят изменения в правила представления коммунальных услуг и пользованиями квартирными домами, в котором говорится, что данная норма по взыманию, она незаконна. То есть, если у вас ставят новый прибор учета, и вам должны пломбировать его бесплатно, или после поверки, которую вы через определенное время должны делать, опять-таки пломбировка бесплатна. А вот если вы повредили данную пломбу, с вас могут брать деньги. Теперь относительно данных правил и то, что вы должны были сделать. В тысячу первый раз, хочу сказать, до сих пор многие не имеют письменных договоров наказания коммунальных услуг и услуг по содержанию квартирных домов. И когда к ним порой приходят большие счета, они не могут проверить объем и стоимость. То есть, откуда взяла задолженность, непонятно. Плюс еще одна проблема возникла. Многие, которые оплатят через терминалы, определенное время проходят и видят, что чеки об оплате коммунальных платежей становятся просто белесой. Прочитать сумму платежа нет, невозможно. И я не исключаю вероятность того, что по прошествии определенного периода, в период исковой давности, так называемого, в течение трех лет, могут быть предъявлены в том числе иски, что вы якобы не плательщик по коммунальным платежам. Также данные изменения помогут упорядочить процесс установки приборов учета. В данных дополнениях изменений в правилах указано, что если человек написал заявление, указал конкретную дату, когда он может предоставить доступ в квартиру, ну, понятно, что все мы ходим на работу, и бросить свою основную трудовую деятельность ради того, чтобы ждать месяцами каких-то там работников для промпиологии счетчиков, никто на это не пойдет. Можно без работы остаться. И здесь в этих правилах написано, что если вы письменно уведомили, но в конкретные дни, которые вы фактически согласовали с услугодателем, к вам никто не пришел, что показания берутся с того момента, когда вы указали. То есть здесь вот, опять-таки, на страже потребителя стоит закон, и он усиливает ответственность исполнителя и снижает разгильдяйство, которое, тем не менее, все-таки в коммунальной сфере присутствует в большинстве случаев. На сегодня у всего хорошего всем вечера сегодня и осеннего солнышка завтра, может, еще и бабье лето подмигнет нам разочек перед окончательным предзимьем. До встречи завтра в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова